Итак, мы с вами на прошлой лекции рассмотрели сверточные слои, и, как вы помните, после рассмотрения многослойного персептрона мы с вами также изучали обратное распространение через многослойный персептрон. Таким образом, чтобы вы могли, например, самостоятельно реализовать какую бы то ни было... То есть, если бы фреймворки для глубокого обучения не существовали, вы могли бы сами запрограммировать тоже многослойный персептрон, запрограммировать обратное распространение, и, соответственно, понимали полностью, как это работает. И сейчас мы с вами рассмотрим обратное распространение через свертки. Это, мне кажется, менее комфортная, чуть более сложная тема, чем распространение через многослойный персептрон. Лично для меня, наверное, самое некомфортное во всем курсе. У меня довольно плохая история с этим на предыдущих лекциях, как я уже говорил. Просто в том семестре я три раза проводил лекции на одну и ту же тему, потому что никак не мог объяснить это так, чтобы всем было понятно. Также, я думаю, что пару лет назад я умудрился формулу вывести неправильно на лекции, о чем мне студенты сообщили в ночь перед экзаменом. Соответственно, не очень комфортно это все в голове укладывать. Тем не менее, мне кажется, что я за все эти неудачные попытки научился более-менее это делать, доносить этот материал так, чтобы было понятно. И, соответственно, попробуем сегодня, как это сработает в режиме стрима. Итак, напомню нашу нотацию. Через Z мы с вами обозначаем выход слоя. Через W мы обозначаем с вами наши сверточные фильтры. Причем L это номер слоя, с помощью которого вычисляется фильтр. Точнее, активации, которые вычисляются с помощью этого фильтра. И R это номер фильтра. Дальше, карта активации, Activation Maps, обозначаем через A, L номер слоя, R номер карты активации, которая была вычислена с помощью, получается, R-тового фильтра. Но когда мы все объединяем вместе, то мы получаем один тензор, а L-то, и у него глубина. Если это матрица, то вот это уже трехмерный тензор. Так, Feature Maps. Это получается, после того, как мы к нашим Activation Maps применяем функцию активации, в нашем случае R-лю, то мы получаем с вами Z. Ну и, соответственно, итоговый тензор, когда мы все эти Z объединяем в один тензор, мы получаем Z, L. Да, ужасная формула по сверткам. Не смысл на ней останавливаться. Сейчас мы знаем, что мы можем свертки изучать более, так скажем, понятным визуальным способом. Так что, напомню просто, каким образом наш сверточный фильтр идет по входному тензору. Обратите внимание, что в данном случае глубина сверточного фильтра совпадает с глубиной входного тензора. И, как я уже говорил, в сверточных сетях это так почти во всех ситуациях. Итак, мы перемножаем все соответствующие элементы, складываем, добавляем bias и получаем соответствующий элемент карты активации. После чего мы можем применить к нему нашу функцию активации и получаем feature map. Все эти матрицы мы с вами собираем в один трехмерный тензор, складываем друг на другу, как если бы это были коробки из-под пиц. И напомню, что фильтр может ходить разным шагом, да, вот это страйд 2. И также мы с вами обсуждали, что мы хотим иногда сохранить размер тензора. Да, здесь у нас входная карта активации. Если мы хотим сохранить тоже размер тензора, то нам необходимо добавить какое-то количество нулей. Мы выясняли, что это получается размер сетчатого фильтра минус 1 пополам с каждой стороны. И мы тогда сохраняем размер тензора. И мы это обозначать будем следующим образом. Видите, 0, 5, z. Потому что это нам понадобится, и нижний индекс это получается количество строк, которые мы выдавляем сверху и снизу, количество столбцов, которые мы выдавляем слева и справа. То есть в данном случае, так как один столбец, одну строку мы добавляем сверху, снизу, слева, справа, то единичка. Так, ну и, соответственно, формула вычисления в итоге наших сверток, да, только уже не поэлементу, а в таком векторном виде. То есть RT, карта активации L-того слоя, это выход L-1 сверточного слоя, свернутый с фильтром WLR и прибавляем bias. Да, в данном случае bias это скаляр, и он умножается на матрицу, которая состоит из единиц. Обратите внимание, что это не то же самое, что единичная матрица. И так как нам каждому элементу bias надо добавить, поэтому мы вынуждены здесь такое умножение сделать. И получается, это уже наше такое обозначение более общее, да, я думаю, что здесь мы отклоняемся от стандартных математических обозначений, потому что здесь мы под WL подразумеваем все фильтры, соответственно, когда мы говорим, что AL это ZL-1 свернутая с WL, это на самом деле говорит о том, что мы, я возвращаюсь к предыдущей формуле, мы отдельно по вот этой формуле каждую карту активации посчитали, и потом объединили их в один тензор. Ну и, соответственно, ZL-1 это применение функции активации каждую элементу карты активации. И здесь еще один пример, который необходим нам будет в обратном распространении. Это ситуация, когда у нас входной тензор имеет глубину не равную единице, да, но при этом сверточный фильтр имеет глубину равную единице. Что-то происходит. Обратите внимание, что у нас сверточный фильтр умножается только на... Ну, точнее, сворачивается только с одной из этих матриц, и мы получаем только одну из этих матриц, да, и потом он переходит на ту матрицу, которая сзади, и мы получаем вторую матрицу в выходе. И почему это нам здесь важно? Потому что в случае, когда ваш сверточный фильтр имеет глубину 1, то выходной тензор будет иметь столько каналов, вот эти матрицы, которые входят в... В тензор в глубоком мучении называется каналами еще. Сколько каналов имеет входной тензор? Как я уже сказал, в обычных сверточных сетях такого не бывает, но нам это понадобится в обратном распространении. Так. Теперь давайте перейдем к обратному распространению, собственно говоря. Здесь эта формула, я думаю, полностью понятна без всякого объяснения, потому что она совпадает на самом деле с формулой, которая у нас была для многослойного персептрона. А то есть мы с вами знаем, что... Так, давайте я переключусь на рисование. Какая у нас ситуация? У нас вычислены активации эльтового слоя, и мы получаем с вами выходы эльтового слоя. И возникает вопрос, когда я знаю частные производные целевой функции по выходам эльтового слоя, как я получу частные производные активации эльтового слоя. Да, вот так правильно. Итак, мы с вами знаем, что... Любой нейрон, если мы возьмем его в эльтном слое, то его выход – это, получается, функция активации от соответствующей активации. И получается, что по нашей формуле мы знаем, что если мы хотим с вами вот такое посчитать, то мы должны взять здесь транспонированный кубиан, где здесь будет, получается, z, здесь будет a, и мы умножаем это на частные производные целевые функции по zl. И вот эта матрица на самом деле – это диагональная матрица, где на диагонали у нас стоят производные по соответствующим активациям. И это мы все с вами изучали в рамках лекции про многослойный персектрон. И, соответственно, когда мы умножаем эту матрицу на вот этот вектор, если представить это как вектор, то это просто поэлементное умножение будет вот этого вектора, если мы диагональ запишем как вектор на вот этот вектор. Соответственно, что мы с вами делаем? Мы с вами чуть-чуть в векторном виде это переписываем, только уже не про вектора мы говорим, а про тензоры. И говорим, что тензор, который содержит частные производные по активациям льтового слоя, это поэлементное произведение тензора, который содержит частные производные от каждого элемента тензора АЛ. Ой, простите, содержит производные функции активации от АИТ их, да, в эльтном слое. И это поэлементу умножается на тензор, простите за то, что игра немножко дрожит, техника меня чуть-чуть подводит, на тензор, который содержит частные производные целевые функции по выходам нейронов льтового слоя. А теперь мы с вами будем брать частные производные по весам. Это все будет немножко не очень комфортно. И здесь для простоты объяснения мы введем с вами новую букву. Очень часто введение новых букв упрощает объяснение, не поверите. Так вот, что мы с вами сделаем? Мы с вами знаем, что когда мы с вами считаем R2 activation map для эльтого слоя, то мы с вами проходим сверточным фильтром WLTRT по входному тензору ZL-1. Тем не менее, если вы вспомните, как считаются свертки, мы с вами знаем, что вот эта матрица будет умножаться только на элементы вот этой матрицы, то есть первого канала. А вот эта матрица, да, которая на фоне, она будет умножаться только на элементы той матрицы, которая является вторым каналом. Соответственно, результат свертки я могу получить другим способом. Я могу взять вот эту матрицу первую, свернуть ее с этим первым каналом, получить одну первую карту активаций, потом взять эту вторую матрицу, свернуть ее со вторым каналом, получить вторую карту активаций и это сложить. И после того, как я прибавлю BIOS, я получу ALR. Так вот, получается, что в итоге наша карта активаций это сумма карты активаций, которые мы получили, если бы сворачивали по отдельности вот эти матрицы из фильтра W с матрицами из входного тензора. Так, поэтому мы с вами через W карта обозначим карту такую матрицу из нашего сверточного фильтра, а через ZL-1 карта обозначим картый канал входного тензора. Получается, мы с вами через J карта можем обозначить ой, не через J, через G карта можем обозначить результат вот такой свертки и тогда наша RTM матрица в карте активаций это сумма джекатых и BIOS. Итак, здесь у нас с вами схема вычислений для такого маленького игрушечного примера. Смотрите, у нас с вами есть наш входной тензор. Мы предполагаем, что у него глубина 2, всего 2 канала. И у нас с вами есть два сверточных фильтра WL-1 и WL-2. У каждого из этих фильтров точно так же 2 канала, потому что по глубине фильтры должны быть такой же, как входной тензор. так, так как у нас с вами два фильтра, то мы получим в конце две карты активации. И здесь вы видите, каким образом проходит вычисление. когда наша эта карта активации, первая, например, это результат сложения BIOS'а и G1 и G2 получены для этой карты активации. G1 получается, это первый канал входного тензора свернут с первым каналом фильтра. G2 первый канал, ой, второй канал тензора, свернутый со вторым каналом первого фильтра. Такая же логика здесь. Получается, когда мы с вами зададимся вопросом, а как я мог бы вычислить частные производные по весам фильтра, в данном случае, смотрите, мы берем наш первый фильтр WL1 и берем пока его первый канал. Получается, что он не зависит от второго канала карты активации вообще. Он не участвовал при вычислении. Он участвовал только при вычислении первой карты активации. Теперь он не участвовал в вычислении G2, в этом участвовал второй канал. Он участвовал только в вычислении G1. И когда он участвовал в вычислении G1, он сворачивался с Z1. Итак, я запишу входной тензор. В данном случае я пока буду работать с входным тензором глубиной 1, потому что мы с вами сейчас полностью перешли на тензор глубиной 1, потому что рассматриваем, видите, отдельные каналы входного тензора, отдельные каналы фильтра для упрощения. И потом мы с вами посмотрим, как это объединить. Именно для объединения нарисован был тот рисунок, который мы сейчас смотрели с этими стрелочками. Наш тензорный фильтр. И получается результат. Давайте посмотрим, при вычислении каких элементов карты активации использовался, к примеру, вес W1.1. Очевидно, что он использовался при вычислении всех элементов карты активации. И когда мы вычисляли А1.1, мы наш фильтр W прикладывали вот сюда. И W1.1 умножался на Z1.1. Получается, наш W1.1 участвовал в вычислении А1.1. И в этот момент он умножался на Z1.1. Потом мы с вами вот сюда приложили наш сверточный фильтр. Тогда W1.1 умножался на Z1.2 и участвовал в вычислении А1.2. Я думаю, уже понятно, как это работало дальше. Мы перекладываем фильтр сюда, потом сюда. И получали соответствующие активации. Так, получается, если я захочу посчитать частную производную целевой функции по элементу фильтра W1.1, то что я должен буду сделать? Я должен просуммировать все те частные производные целевой функции по всем активациям, в вычислении которых W1.1 принимал участие. Что это будет? Это будет частная производная целевой функции по A1.1. И я теперь должен умножить это на производную этой активации A1.1 по W1.1. А как мы уже с вами отметили, когда мы вычисляли A1.1, W1.1 входил как элемент суммы, где он умножался на Z1.1. Получается, что я умножаю это на Z1.1. Дальше, активация A1.2, в ее вычислении участвовал элемент W1.1. И здесь, как мы с вами уже видели, соответствующий элемент Z нам потребуется. Давайте посмотрим, что же это такое. Это как будто бы мы взяли фильтр секундочку. Взяли фильтр, который содержит следующее значение. И свернули его. со входным тензором. Смотрите, действительно, когда я вычисляю частную производную целевой функции по W1.1, я перемножаю соответствующие элементы и складываю. что будет, когда я захочу посчитать частную производную по W1.2. Тогда выяснится, что когда я считал A1.1.1.1.1.2 умножался на Z1.2. Когда я считал A1.2.2.1.2 умножался на Z1.3. Когда я считал A2.1.2.1.2 умножался на Z2.2. И когда я считал A2.2.1.2 W1.2 умножался на Z2.3. Ровно та же логика, как здесь. Да? Все то же самое. Только здесь были бы чуть-чуть другие значения Z. Они были бы смещены на 1 вправо. То есть, вся эта логика сохранится, я все это могу полностью переписать. И это бы соответствовало тому, что я беру вот этот фильтр и прикладываю его уже вот сюда. То есть, что я хочу сказать, что если я сверну входной тензор с этим фильтром, то то, что я получу в итоге, это частная производная целевой функции по W1.1.1. частная производная целевой функции по W1.2 частная производная целевая функция по W2.1 частная производная целевая функция по W2.2 Вот так вот. В итоге написать формулу следующего толка, что частные производные по W, K, L, R, это свертка Z, L-1, K, где в качестве фильтры используются A, L, T, R, T. Так, но что здесь интересно? Здесь интересно то, что нас интересует ведь не совсем W, L, T, R, T, K, T. Нас интересует с вами просто W, L, T, R, T. Нам K не очень интересно. То есть в итоге нас же интересует частные производные для всех каналов для нашего сверточного фильтра. Поэтому что мы с вами будем делать? Мы с вами понимаем, что если мы посчитаем вот это все для каждой матрицы отдельно, для W, L, R, T, 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 R, T. друг на друга, то мы получим как раз тензор, который по размерности будет такой же, как наш сверточный фильтр. И он будет содержать частные производные целевые функции по элементам этого сверточного фильтра. Окей. Я хочу сказать, что если я захочу построить тензор, который будет содержать частные производные по элементам сверточного фильтра Эртова, и обратите внимание, внизу К уже нет, то то, что мне нужно сделать, это взять входной тензор. Весь уже, да, обратите внимание, что я беру не один канал, а весь тензор. И я сворачиваю его с R-тым каналом карты активаций. вот это наша итоговая формула. Так, у вас он, да. Вот это наша итоговая формула, и это ровно то, что мы с вами только что получили. Частная производная целевая функция по элементам сверточный фильтр W, L, R это входной тензор Z или минус 1, свернутый с R-тым каналом карты активации A, L, T. Важный вопрос здесь следующий. Точнее, что важно сказать. Что это как раз тот самый случай, когда наш сверточный фильтр имеет глубину 1, да. Видите, так как это R-тый канал, то это просто матрица. А тензор при этом имеет некоторую глубину. Именно поэтому результат свертки имеет такую же глубину, как и наш сверточный фильтр. Для того, чтобы у нас получилось с вами красиво вычислить частную производную целевую функцию по элементам входного тензора, то нам потребуется чуть-чуть по-другому преобразовать наш сверточный фильтр в какой-то момент. Поэтому я хотел бы ввести следующее обозначение. Если у нас есть сверточный фильтр W, L, R, то мы с вами введем W, L, R с волной, который будет следующим образом представлен. Смотрите, что мы делаем. Мы с вами, получается, получается, мы с вами берем и просто переворачиваем эту матрицу. Это не математическая операция, но результат говорит сам за себя. Получается, что мы с вами меняем все строки местами, то есть меняем порядок строк и инвертируем порядок столбцов. Кажется, это удовлетворительное объяснение. Так. Потом будет понятно, зачем нам это. Итак, когда мы захотим теперь с вами посчитать частные производные целевой функции по Z, получается, то в этом случае давайте посмотрим, как идут вычисления. Вот наш входной тензор Z или минус 1. И у нас возникает вопрос, как нам посчитать частные производные по элементам, которые находятся в первом канале входного тензора. Итак, теперь смотрите. Вот меня интересуют частные производные по первому каналу, по элементам первого канала входного тензора. И когда я считал ALT, у меня первый канал сворачивался с первой матрицы в первом сверточном фильтре для получения G1, который участвовал в вычислении A1, как слагаемое, да? но при этом у меня был задействован и мой второй сверточный фильтр, потому что он участвовал в вычислении, сворачивался с этой же частью входного тензора, когда вычислялась моя активация L-того слоя. Поэтому, когда мы с вами захотим посчитать частные производные по элементам Z1, там как-то будет фигурировать и первый фильтр, и второй фильтр. Как именно? Сейчас мы с вами узнаем. Итак, у нас есть наш с вами входной тензор ZL-1, у нас с вами есть наш сверточный фильтр WLR, и у нас есть с вами наша карта активации ALR. Получается один канал ее. Только я напомню, что это у нас на самом деле ZKT, WKT, а это мы с вами обозначили через GKTLR. Поэтому это не совсем правильно. давайте давайте мы с вами посмотрим Z2-2. Он повлиял, кстати, на все элементы итоговой карты активации. Давайте посмотрим, как он повлиял. Он повлиял на A1-1 как-то, да? Он повлиял как-то на A1-2, как-то повлиял на A2-1, как-то повлиял на A2-2. Я здесь оставляю A, да, это все равно элемент итоговой карты активации. Надеюсь, что это вас не смущает, несмотря на то, что итог я называю G. Итак, когда Z2-2 участвовал в вычислении A1-1, мы сделаем под это дело новый слой, чтобы потом его удалить. то Z2-2 любопытно умножался на W2-2. Теперь, когда Z2-2 участвовал в вычислении A1-2, он умножался на W2-1. Когда Z2-2 участвовал в вычислении A2-1, он умножался на W1-2. И когда он умножался наконец-то, ой, когда он участвовал в вычислении A2-2, он только здесь умножился на W1-1. Это нас приводит к тому, что когда я буду считать частную производную по, к примеру, Z2-2, W2-2, то что это будет? Он участвовал в вычислении A1-1. Когда он участвовал в вычислении A1-1, он умножался на W2-2. Он участвовал в вычислении A1-2. И тогда он умножался на W2-1. Это опять напоминает нам свертку, с которой мы пришли в итоге, когда обсуждали частную производную по весам. Только интересно, что здесь и как будет сворачиваться. Смотрите, что получается. здесь мы с вами будем использовать в качестве сверточного фильтра наш W и будем проходить этим фильтром по нашему G к атому. Но, как видите, у нас A1-1 умножается не на W1-1, а на самом деле умножается на W2-2. A1-2 умножается на W2-1. A2-1 умножается на W1-2 и A2-2 умножается на W1-1. Что это значит? Это значит, что на самом деле, если я хочу с помощью свертки получить частные производные целевые функции по элементам входного тензора, я должен в качестве сверточного фильтра использовать W, который я вот таким образом перевернул. Я инвертирую порядок строк и инвертирую порядок столбцов. Давайте посмотрим, что получится. Значит, в качестве входного тензора у нас будут с вами частные производные. в качестве сверточного фильтра у нас будет W2-2-2 W2-1 W1-2 W1-1 и это то, что мы с вами обозначим через W с волной L-T-R-T-K-T. так. И то, что мы с вами получим, это частные производные целевые функции по элементам входного тензора. вы уже можете чувствовать, что что-то здесь не так. Итак, что здесь не так? Здесь не так, конечно же, размерность. Смотрите, если мы ничего с вами не сделаем и просто применим вот этот сверточный фильтр к этому входному тензору, то мы с вами должны получить в лучшем случае тензор размером 1х1, а мы почему-то получаем тензор размером 3х3. И как так получается? Ответ на самом деле мы с вами будем использовать еще Zero Padding. Давайте убедимся, что действительно мы получим то, что мы хотим. Когда мы будем с вами вычислять например первый элемент Z1,1 мы с вами приложим наш сверточный фильтр вот сюда. Произойдет то, что W1,1 умножится на частную производную целевую функцию по A1,1 и мы получим Z1,1 частную производную. A1,1 И обратите внимание, что получается, что когда мы считаем с вами частную производную целевой функции по Z1,1 все, что туда войдет, это частная производная целевой функции по A1,1 умноженная на W1,1 и все. Почему? Потому что дальше фильтр уедет. То есть вот этот элемент мы уже вычислили в этот момент, когда сюда приложили наш сверточный фильтр. И поэтому в его учтении больше ничего не поучаствует. Все остальные элементы, вот эти, они умножились на нули. И действительно, если мы посмотрим с вами вот сюда, то мы видим, что Z1,1 участвует в вычислении только этого элемента и только путем умножения на этот вес. Дальше фильтр уйдет, да, и Z1,1 ни на что больше никогда умножаться не будет. Это Z2,2, когда я взял, потому что он и здесь участвовал, и здесь, и здесь, и здесь. Он поучаствовал во всем, да, он нужен был мне для этого примера, поэтому он и был выбран. Но изначально если бы я взял Z1,1, выяснилось бы, что он умножается только на W1,1 и мы получаем A1,1. Получается, что когда мы с вами хотим посчитать частные производные целевой функции по Z L-1 K, то мы должны с вами взять дополнить нулями частные производные целевой функции. здесь A получается L-T R-T K-T сейчас формула будет не совсем правильная, в ней будет кое-чего не хватать и свернуть это с фильтром W L-T R-T K-T пока у нас одна матрица и у него у нас инвертированный строк и порядок строк и столбцов инвертирован по сравнению с исходным фильтром. Возникает вопрос чего здесь не хватает Пойдемте искать ответ в нашей рисуночке Дело в том что когда мы считаем частные производные по Z1 у нас участвует не только этот фильтр но и этот фильтр Смотрите пам-пам-пам-пам-пам здесь мы умножались на первую матрицу первый канал первого фильтра но точно так же здесь мы с вами умножались на первый канал второго фильтра Получается что то чего не хватает в этой формуле это суммы сумма а почему собственно идет сумма сумма должна идти по номерам наших фильтров по R то есть мы везде с вами берем один и тот же канал К также здесь на картинке смотрите канал К везде один и тот же он фиксирован это единичка но номер фильтра мы должны менять и так как Z повлиял и на это и на это то мы должны результат просуммировать так то есть да Z катый повлиял на A первая катая Z катый повлиял на A вторая катая мы с вами возьмем вычислим все для отдельных каналов и соответственно просуммируем но возникает еще один вопрос насколько это насколько эту запись можно сократить и выясняется что можно вопрос у нас здесь в том какой должен быть пэддинг сколько нулей мы должны добавлять на самом деле простой ответ следующий мы должны добавить столько нулей сколько нужно для того чтобы мы из данной карты активации а мы же размеры знаем что мы из данной карты активации получили вот такой но если мы захотим с вами повычислять то да это получается не очень удобно здесь делать потому что мы не знаем был ли применен zero пэддинг когда мы шли отсюда а это неважно мы можем считать что ну то есть примен или нет z это уже zero пэдинга тогда получается ответ будет следующий если у меня тензор был 3 на 3 то тут было бы вот так получается это размер моего фильтра ml минус 1 то есть когда у меня мой когда у меня мой фильтр был 2 на 2 то это получается я должен добавить 1 0 сверху снизу слева и справа 1 столбец или строку если мой фильтр был 3 на 3 то мне потребовалось бы добавить 2 столбца сверху снизу 2 строки слева справа получается размер фильтра минус 1 есть один нюанс формули который надо исправить на самом деле у нас конечно же здесь нет вот этого индекса k то есть у нас просто здесь есть наш индекс r да все вот так должно быть итак да так как у нас с вами тут я поясню о чем вообще о чем я задумался у меня тут сюда проник индекс k его в принципе нет да у нас наш a alt это такой tensor и когда мы с вами берем как мы получили с вами какой-то r канал да это получается a l r и у нас он был получен у нас было z l минус первое kt он повлиял на это z l минус первое то есть и первое здесь и второе это все повлияло на этот tensor просто за счет разных фильтров получается здесь остается ar так вот возникает вопрос возникает вопрос можно ли это записать как-то красивее и что интересно ответ да смотрите давайте посмотрим вот сюда давайте посмотрим вот сюда давайте посмотрим вот сюда мы здесь видим наш индекс r и давайте посмотрим на формулу вычисления через наши g которые мы писали до этого вот сюда то есть мы брали сворачивали катый канал z с катой матрицей w получали вот это g катая потом все складывали да и получали а l r что мы здесь можем сделать а что если я создам новый фильтр я назову его u следующего свойства u lt kt rt это w lt rt kt давайте посмотрим как это выглядит у меня есть мои сверточные фильтры w их глубина это как раз наш индекс k да то есть от 1 например до k большого l а всего их от 1 до до получается r l и это соответственно за это отвечает r что мы здесь говорим мы говорим а что если я наберу k lt фильтров у который глубина будет rl и получается и получается вот это я возьму отсюда вот это я возьму отсюда и вот это я возьму отсюда то тогда то тогда это получается будет мой фильтр u l1 тогда я смогу пройти этим фильтром по всей моей карте активации а lt без всяких r а rt это матрица ведь да но что мы делаем мы берем первую строчку из каждого фильтра видите вот давайте рассмотрим z l-1 первая да то есть k равно единице что это значит это значит что мы возьмем с вами первый канал из каждого сверточного фильтра видите первый канал из каждого сверточного фильтра возьмем каждый по отдельности мы То есть, мы, да, мы его каждый по отдельности свернем с R-каналом карты активации И после этого все сложим А первый канал R-фильтра мы будем сворачивать с R-каналом карты активации Получается, если я все эти первые каналы наберу в один фильтр Если все равно я в итоге в конце все складываю То я смогу свернуть его с тензором AL и получить ZL-1k Давайте я напишу итоговую формулу и мы разберемся, кому это понятно K, получается, изменяется от 1 до RL-1, где R количество каналов Получается количество каналов в предыдущем слое У нас осталась буквально одна формула, очень простая Давайте я пока на всякий случай нарисую следующий фильтр U Угу 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 И это будет, получается, у нас UL-2 Угу Отлично Так вот, смотрите, у нас осталась последняя формула Это почитать частные производные по смещению И здесь все очень просто Когда мы с вами вычисляли Вычисляем наши активации У нас каждому Каждому нейрону появляется байес То есть этот байес влияет на все нейроны И влияет он просто как вот такое слагаемое Поэтому Все, что нам нужно сделать Когда мы считаем частную производную по смещению Нам нужно взять частные производные целевые функции По всем нейронам одной карты активации Да, R-т, например И просто просуммируя все элементы Ну, понятно, почему Потому что Если я буду считать частную производную целевой функции По какому-то там BRL То это будет Частная производная целевой функции По какой-то там активации Да Умножить на производную этой активации По байесу Это единица Ну и, соответственно Мне нужно сложить все Активации, на которые байес повлиял А он R-т Повлиял на все активации Одной Одной R-т Activation Map До того, как мы получили Тензор из активации Вот И это получается просто Сумма элементов Тогда у меня на сегодня все Всем большое спасибо Берегите себя